Президент Крыговской Республики Садр Джоапаров сегодня внепланово посетил столичный железнодорожный вокзал Бишкек-2. Глава государства ознакомился с ходом реконструкции данного железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал был построен в 1938 году. За последние десятилетия в здании железнодорожного вокзала Бишкек-2 не производился капитальный ремонт. Садр Джоапаров ознакомился с текущими ремонтными работами, осмотрел помещение и прилегающую территорию вокзала. Президент поручил руководству госпредприятия Крыгасты Мирджулу учесть все замечания по безопасности пассажиров и принять необходимые меры для их устранения. Затем глава государства на поезде отправился в город Балакчи. Генеральный директор Крыгасты Мирджулу Азамат Сакиев проинформировал главу государства о ходе строительства железной дороги Балакчи-Кочкор-Каракичи, протяженность которой составит 186 километров. Он проинформировал, что на сегодня возведено земляное полотно и построены водопропускные трубы до 38 километра. До конца года в целом планируется завершить 40 километров железной дороги. Отметим, что в 2022 году президент Саджиопаров дал старт строительным работам железной дороги Балакчи-Кочкор-Каракичи. Данный проект имеет важное социально-экономическое значение для Крыгасской республики. 24 июля этого года в УВД Кеминского района обратилась жительница города Кемин, гражданка 1963 года рождения, с заявлением о разбитии окон церкви на улице Панфилова неизвестными лицами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса Крыгасской республики. Также аналогичные заявления подали еще трое жителей, по которым тоже возбуждены уголовные дела. В ходе следственных действий была установлена личность подозреваемого, местного жителя 1977 года рождения, который указал на еще три адреса с аналогичными повреждениями. С места происшествия изъятая видеозапись с подозреваемым и его велосипедом, а также имеются показания свидетелей. Следствие продолжается. С 1 августа этого года Национальный банк Кыргызстана запускает в обращение серебряную коллекционную монету от Чабыш, посвященную пятым всемирным играм кочевников. Монета от Чабыш символизирует традиционный кыргызский вид спорта – скачки на длинные дистанции, где участвуют самые быстрые и выносливые лошади. Лицевая сторона монеты изображает двух всадников на фоне стилизованного ипподрома в форме подковы, а также включают эмблему всемирных игр кочевников и номинал монеты 10 сом. На обратной стороне продолжается изображение всадников, а в центре размещен герб Кыргызской республики. Также указаны год выпуска и проба металла. Коллекционная монета от Чабыш будет официальным платежным средством на территории Кыргызстана. В Кыргызстане достигнуты значительные успехи в трансплантологии, заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бишаналиев на пресс-конференции. С февраля проводятся бесплатные операции по пересадке почки. Врачи оперируют 1-2 пациента в неделю после обучения в Турции и России. Очередь на пересадку составляет 150 больных. Запланированы операции для 10 нуждающихся, однако существует проблема с донорами. В июне проведены успешные операции по пересадке печени для двоих больных. А 2 августа состоится первая операция по пересадке костного мозга для детей с онкозаболеваниями. Также катарские врачи провели 168 операций по вживлению кахлеарных имплантатов детям с врожденными проблемами слуха. Кыргызские врачи прошли обучение в Турции, Монголии и Катаре для проведения таких операций и взрослым. Многие наши специалисты прошли специализации в Турции и в России. И к настоящему времени закуплены все оборудования для пересадки костного мозга. И 2 августа в центре НСУМИД, потому что в центре охраны материнства и действия, начнем пересадки костного мозга. Одна из проблем у нас в пересадке кохлеарной имплантации, потому что многие наши дети рождаются нарушением слуха, многие не слышат. И в 2020 году нами был составлен договор с Катарской республикой. Они в настоящее время провели 168 успешных кохлеарных имплантаций. И наши специалисты сейчас прошли обучение Турции и Монголии на днях Катары. И я так думаю, что в ближайшее время наши специалисты будут делать кохлеарные имплантации не только детям и взрослым. Закуплены все оборудования. Благодаря Кыргасформации на закупках лекарств и медоборудования за три месяца сэкономлено более 220 миллионов суммов, сообщил министр здравоохранения Алмкатыр Бишан Алиев на пресс-конференции. Он отметил, что госпредприятие обеспечивает 90-95% жизненно важных лекарств для организации здравоохранения страны, заключив контракты с более чем 90 производителями из 30 стран мира и 17 местными. Значительная экономия бюджетных средств позволила приобрести дополнительные медицинские изделия. Также открыты 84 государственных аптек и ляман, где препараты продаются на 15-20% дешевле. Если сенообразование остановится, то раньше лекарство, которое закупалось в тендерной основе, то когда Кыргасформация начала закупать, дешевле на 200-600% начало. Если сделать примеры, то до Кыргасформации была заявлена закупка цифровой рентген-аппаратой, когда была из бюджета выделена на 20 аппаратов, на 20 миллионов, то есть на 10 миллионов на один аппарат, то через Кыргасформацию было закуплено по 6 миллионов и 83 миллиона сумма была сэкономлена. На эти 83 миллиона еще сверху закуплено 11 аппаратов. Таким образом, полностью мы нужды по цифровой рентген-аппаратах в Кыргызстане закрыли. В настоящее время в аптеке «Эляман» можно найти более 2000 наименований лекарств. До сих пор их число составляло всего 500. Сейчас ведутся переговоры с Китаем, Индией и Турецкой Республикой. Целью дальнейшего увеличения количества необходимых лекарств. Напомним, «Эляман» – государственная аптека. По сравнению с другими частными аптеками, цена на лекарства здесь на 10-15% дешевле. Сегодня наша съемочная группа решила сравнить цены на лекарства в государственной аптеке «Эляман» с другими частными аптеками из Катинского района. Ситикол ампуласы – 5 ампуласы – 162. Парацитамол 500 миллиграмм – 17 сон. Ситрамон – 17 сон. В целом, граждане, знающие о госаптеках «Эляман» всегда там покупают необходимые лекарства. Однако многие отмечают об отсутствии некоторых жизненно важных лекарств. Ситикол ампуласы – 17 сон. 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 Основная их цель – обеспечить потребность в препаратах, выписываемые препараты, назначаемые препараты именно в поликлиниках и больницах. Государственная аптека «Эляман» открыта целью снижения расходов населения на лекарства, облегчения доступа гражданам к необходимым лекарственным средствам и улучшения системы здравоохранения. Напомним, первая аптека открылась в Бишкеке 28 октября 2023 года. В ней принял участие министр здравоохранения Алмкадыр Бищин-Алеев. Сегодня сотрудниками УПСМ по ГУВД города Бишкек был проведен рейд в центре города, направленный на повышение уровня безопасности на дорогах и соблюдение правил дорожного движения пешеходами. Целью данного мероприятия было выявление нарушителей, пресекающих проезжую часть в неположенных местах, а также проведение профилактических бесед с горожанами. Основная цель и задача данного мероприятия заключается в том, что пешеход также является полноценным участником дорожного движения. У него, у пешехода есть наравне с водителями свои права и обязанности. То есть человек, пешеход, который переходит дорожную проезжую часть в неустановленном месте, также несет ответственность, как и водитель. Также задача данного мероприятия заключается в том, чтобы предупредить водителей о том, что на проезжей части очень много пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, неустановленном месте. Были оформлены протоколы за нарушение правил дорожного движения. И также хочется предупредить всех водителей то, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваше здоровье, ваша безопасность, но и безопасность окружающих вас людей. В ходе рейда было выявлено нарушение правил дорожного движения пешеходами. Нарушителям были выписаны административные штрафы, а также проведены разъяснительные беседы о важности использования пешеходных переходов и опасности пресечения дороги в неположенных местах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В конечном итоге безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Соблюдая правила, мы можем сделать наш город безопаснее и комфортнее для всех. Пешеходы и водители, помните, дорога требует внимания и уважения. И только общими усилиями мы можем создать безопасное пространство для всех участников движения. Субтитры создавал DimaTorzok В этом году уделено внимание ирригационной системе, очищены каналы, БСР, а также дождливая погода, которая радует фермеров. В этом году хорошо. Насчет воды, жалоб нет у диканов, крестьянов. Вовремя урожайность хорошая идет зерновой пшеницей, урожайность хорошая идет. Показатель 60-67 сантиметров получает. И вот второй, сейчас у нас кукуруза и свекла. Тоже урожайность хорошая будет. В настоящее время в Чуйском районе собирают зерновые и колоссовые культуры. Кукурузу, сою поливают уже в третий раз. Бакат Шакинов занимается земледением 20 лет. Он вспахал 3 гектара кукурузы и более 2 гектаров сои. Я урозу Ганнафазамат. Занимаюсь уже 6 лет фермерством. Сажаю сою, кукурузу. И в этом году насчет полива у нас вода свободная. Этих проблем нет с водой. В прошлом году были проблемы с водой. И в этом году хорошо. Поливаю третий полив. В этом году посадил кукурузу. В прошлом году сажал сою. В этом году хорошо. В Чуйском районе сотрудники управления водного хозяйства очистили канавы и предотвратили нехватку поливной воды. Впереди по району три участка, на каждом из которых будет развернута работа по распределению поливной воды. Два года назад, в прошлом году засуха была, урожай слабый был. Но тем не менее, все равно поле обрабатываем. В этом году дождливая погода была, все хорошо. Кукуруза вон, все растет нормально. Сою сеяли, селе свеклу все люди сеяли. Урожай вроде бы в осень хороший будет. Главное, что в цене нормально, чтобы было и все. А так все нормально у нас. Следует отметить, всего в Чуйском районе более 32 тысяч гектаров орошаемых земель. На сегодняшний день нет дефицита поливной воды. Айкен Нурадбекова, Есен Усена, Футерка, Чуй. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА